Дорогие друзья, с вами снова я, Данали, и сегодня у нас видео с прохождением недавно вышедшей главы продолжения сюжета, который я очень сильно хочу пройти элементарно из-за одного, из-за двух, ладно, упоминаний. Первое, это вот этот скриншот, я не знаю, что это, я думала, что это новая библиотека на виноградниках, но оказалось, что нет, это что-то внутри этой главы. И потом вот эта надпись, которая прям и манит меня пойти и узнать, что же за ней скрывается. Так что давайте начнём изучать последнюю, точнее нет, недавно вышедшую главу сюжетки Старства Главы. Пора вставать, люди и кони, не будем тратить время зря. Новый день, время продумать следующий шаг. Такое чувство, что я проспала несколько дней. По моим ощущениям, несколько недель. Я, наверное, не могла заснуть после всего, что было. Может кто-нибудь растолкать Алекс, она спит на ходу. Я раздобыла фрукты, гранолу и угощения для лошадей. Я не сплю, я не сплю, что? Гранола? Не, спасибо, у меня вроде завалялся недоеденный пакетик начос. Гадость, и как ты это ешь? А что, кукуруза, злак, не вижу проблем. Алекс, дай мне этой вкуснятинки. Митер, по-моему, вчера ты был немного вялый, мы едва оторвались. Может тебе требуется более питательный корм? Ну, ничего себе критика. Ну, спасибо. Надо признать, погоня была непростая, но ты, Метеор, все равно хорошо кушай. И ты, Старшань. И что это вообще было с птицами, корнями и фрипп? Пойми, чем... И фрипп пойми, чем еще. Пи сказала, что эта таинственная сила стала гораздо яснее, правда? Да. Мы явно не до конца проснулись. Может, освежим памяти все, что прислучилось от исцеления фриппа до сегодняшнего дня. Было бы здорово. Нас позвали помочь фриппу в тайном каменном кругу, а Володой и Эвергрею понадобился пятилистный клевер. И нас отправили к миссис Холдсворд. И та велела ехать к Идресу. Тогда-то мы узнали, что фрипп не пандорианец. А Алекс обнаружил, что Анна захватила пятилистный клевер с собой. В конце концов, нам помогли Ник Стоунгранд и его верный холодильник, также известный как Надежда Пандории. И фрипп снова стал как огурчик. Алекс отправилась за Анной, а Дарья, Лиза и я опустились следом. Так мы угодили в безумную историю с Пи, которая превратилась в лошадь. Когда мы вернули Пи человеческий облик, она согласилась помочь, но затем мы столкнулись со зловещей таинственной силой. После жуткой погони по лесу мы воссоединились и узнали, почему Анна сбежала. Мы решили поддержать ее и конкурс, несмотря ни на что. Все было так, как ты и рассказала. Я знала, что фрипп выкрепится. Он живучий бельчонок. Не говорим, что я его так назвала. Вот и славненько пора нам отправиться за ответами к Источнику. Анна, ты готова к разговору с защитниками Айден? Да, только я не собираюсь просить прощения. Мне жаль, что я устроила переполох, и я очень рада, что с фриппом все в порядке. Но извиняться не буду. Я не могла поступить иначе. Так что извинения были бы неискренними. Друиды мудрые, ребята. Они наверняка и сами все понимают. Ага, конечно. Так, давайте дальше. Пожалуй, тогда поехали к друидам. Давно не виделись. О-о-о-о. Все готовы? Пора съездить в тайный каменный круг и поговорить с фриппом и защитниками. Отправляйся в тайный каменный круг. А как же я меня за... Подожди, это что это? Это такой англичанин был? Красивый. Ладно, побежали. И да, кстати, может быть я еще не хвастывалась, но, ребятушки, я 22 уровень уже целый месяц, если не больше. И это очень неожиданно. Это такие странные эмоции, когда вот, казалось бы, только недавно, два года назад, наверное, я была 20, если не больше времени назад. Я была 20, потом стала 21, и мне казалось, что 22 уровень это что-то запредельное. Однако, нет. Теперь я 22 и начала свой долгий путь к 23 уровню. Так что, пожелайте мне удачи и надеюсь, вы когда-нибудь на этом канале увидите, как я стану 23 уровнем. А мы тем временем движемся дальше. Кстати, многие ли помнят, как начиналась их история на Юрвике? Что именно здесь и началось самое, наверное, веселое ваше приключение? О, да! Это англичанин Блонди. Интересненький какой. Что когда-то все мы впервые начинали поездку по каменному кругу, открывали портал, а до этого брали обычную палку и касались камней. И все-таки мне не хватает старой модельки Фрипа. Ведь мне кажется, она еще достаточно актуальна, учитывая то, что все остальные друиды достаточно старомодельными и не сочетаются с новыми главными героями. Духовные наездницы, долго же вы добирались? Оу. Почему мне сейчас кажется, что нам будут давать по шиям? Не будем медлить, нам многое нужно обсудить. Обсудив всех с защитниками... Все с защитниками Айден. А вдруг сейчас нам покажут, кто такой Авалон? Мне всегда было интересно. Нельзя немного передохнуть за день, столько всего произошло. Нет, времени слишком мало, даже секундное промедление недопустимо. Темные силы восстали. На погибель всем нам. Может о таком лучше говорить в тайном каменном кругу? Мы в деревне Вейлдол, народики на родине защитников Айден. Линда, здесь мы можем говорить безбоязненно. Духовные наездницы, я просто диву даюсь вашей безответственности. Сначала Анна сбежала с пятилистым клевером, не подумав о последствиях для Фрипа. А когда Туридам понадобилась ваша помощь, вы просто взяли и ускакали в неизвестном направлении. И не успели мы оглянуться, как Лес Холов захватила силы страшнее у душащих шупалец Гарнака. И где же вы были в это время? Устроили себе очередное приключение, пока мы здесь места себе не находим? Нет, ты не прав, все было совсем не так. Пусть договорит Алекс. Такое смешное, я не могу воспринимать его всерьез. Пусть сначала сменит тон. Я злюсь не без причины. На Лес Холов опустилась зловещая мгла, а мы даже не знаем в чем дело. И тут оказывается, что всему виной наездницы солнечного круга. Что? Сбежала с одним из самых могущественных магических предметов на Юрике. О чем ты только думала, Анна фон Блисон? А, это про нее. Не набрасывайтесь на Анну. Не набрасывайся. Ей пришлось пройти все круги Пандории. Пожалуйста, успокойтесь. Дарья, ты настоящий дипломат. Надеюсь, это был не сарказм. Может быть, хватит говорить обо мне в третьем лице? Вообще-то я здесь. Вы ведете себя так, словно я до сих пор в том дурацком розовом кристалле. И меня это раздражает. Анна фон Блисон, мы не хотим тебя обидеть. Мы рады, что ты снова с нами. Пожалуйста, поведай нам свою историю. Спасибо, Фриб, я тоже очень рада тебя видеть. Да, я забрала пятилистный клевер. Но не просто так. Я хочу свою конкурт. И клевер мог бы сделать ее взрослой. Но я не виновата в том, что на лес холов опустилась темная мгла. Никто из нас не виноват. Ее вызвала какая-то энергия. Таинственная сила. Жутко-то как. Я почувствовала связь с ней. Сила вела меня, но не хотела причинить мне вред. Она слово толкала меня на собственный путь. И я нашла его. Так я оказалась на холме птичьего пугала. И тогда мне все стало ясно. Таинственная сила привела меня туда неспроста. Дерево. Пело. Она слово молила открыть портал в этом месте. И я послушалась. Тут все и пошло наперекосяк. Лес холов заполнила темная энергия. Верно, Алекс. Ты ведь тоже слышала пение? Пение? Нет, Анна. Я ничего не слышала. Правда? Загадочная сила, которая может управлять духовной наездницей и насылать тьму на лес холов за свою бесконечную долгу жизни никогда не сталкивалась с подобным. Да, я предчувствовала недоброе, но не предполагала, что как велик будет масштаб бедствия. А остальные, что вы можете рассказать про эту таинственную силу? Мне показалось, что она пыталась нас разделить, когда мы пустились по следу Анны. Я уловила ее намерение. Она вроде бы не желала нам зла, но и добротой, и доброй силой ее не назовешь. Она могущественная и загадочная. И как, скажите на милость, вам удалось от нее скрыться? Мы были не одни. Видимо, Пипа могла остальным найти нас с Анной. Только благодаря ей нам удалось воссоединиться. Она не такая уж и плохая, а? Не такая плохая? Темная колдунья, злейший враг защитников Айден. Не такая плохая? Неужели вы не учитесь на своих ошибках? Умерь свой пыл, братец. Твои прочитания слышно аж с раки Серебряной поляны. Все, я поняла. Мне Эвергрей напоминает Джирайю. Эвергрей! Почему ты еще в Элдоле? Ты уже сделал все, что от тебя требовалось. И вообще, этот разговор касается только защитников и духовных наездниц. Эвергрей помог вернуть меня в этот мир, и тем самым оказал защитникам Айден большую услугу. Он может остаться. Спасибо, Фриперони. Я тоже по тебе скучал. Может быстро ввести меня в курс дела? Судя по кислому лицу Авалона, он явно чем-то недоволен. Где лицо? Где лицо? Покажите мне лицо Авалона. Авалон решил, что он тут главный. Ой, как знакомо. Долго я с этим мирился, пока наконец не отправился на зов приключений. Ха! Мои претензии более чем обоснованы, так и знай. Не пора ли обсудить главное? Мы так и не решили, что делать с этой таинственной силой. Ээээ, Фриб, у тебя такой вид. То ли задумался отчет-то, то ли готов разразиться тирадой. Ты-то обо всем что это думаешь? Духовная наездница. Врать не буду. Я разочарован. Обращаться за помощью к ведьме. Против правил защитников Айден. В пятером вы очень сильны. Наверняка было бы и другое решение. Однако прошлого не изменить. Нет, поток времени не остановить. Ты прав, Фриб. В трудную минуту духовные наездницы и стражи всегда справляются сами, с чем бы ни столкнулись. С гарнаком, темными усадницами или этой таинственной силой. И никому не одолеть лошадь в паре с наездницей. Но только если они готовы к бою. А конкурт никак не готова. Однако пятилистный клевер сможет ей помочь. Им и не просто обязаны помочь конкурт. Достигнет своей совершенной формы. Мы этого хотим. Спасибо, старшайн. Вы, стража, знаете не меньше моего. Так что ваше мнение для меня важно. Итак, мы договорились. Теперь вам нужны знания, которые помогут на вашем непредсказуемом пути. У вас есть вопросы к кому-то из нас? Ко мне, к защитникам Айден. Ну, это явно не гарнок. В этом явно не замешаны темные усадницы. Они слишком слабы для этого. И что насчет Пандории? Ну, все-таки спрошу по гарнок. Нет, с уверенностью могу сказать, что он здесь ни при чем. Эта магия не обузданная. Быть может, младше него, хотя все равно очень древняя. Гнев гарнока велик, но он слаб в своей пандрианской тюрьме. Как бы там ни было, эта таинственная сила не похожа ни на что известная нам. Фрип прав. Вы заметили, что после того, как мистер Санд помог, вызвали Джастина с нефтяной платформы темного ядра, от него ни слуху, ни духу. Если бы гарнок так быстро бы набрал силу, мистер Санд примчался бы первым. В этом замешаны... А, тут все вопросы можно мне задать. В этом замешаны темные усадницы. Друиды пристально следят за темными усадницами, в особенности мастер разведки. Но мы не заметили ничего подозрительного. Можно сказать наверняка, что темные усадницы ни при чем. Поэтому я считаю, что и нам не стоит вмешиваться. Да, темных усадниц никаких проблем. Пытаются влиться в юринскую жизнь, как раньше. Когда Сабина доставала всех в школе, а Катя была воплощением дерзости и высокомерия. Что насчет Пандории? А что с ней? Я исходил весь розовый мир и с уверенностью могу сказать, что Пандория тут не замешана. Находится ли она под влиянием этой таинственной силы, другой вопрос. И на него ответа пока нет. Вот покроется Юрик розовыми разломами, тогда и поймем. Я согласна с Эвергреем. Не знаю, откуда взялась эта таинственная сила, но на Пандорианскую энергию она не похожа. Надо двигаться дальше. Ладно, хватит рассуждать о причинах. Пора задуматься, продумать следующий шаг. У тебя еще остались вопросы? Ой. Ты это предвидел? Предвидел ли? Да. И нет. Я предупреждал, что Юрик ждут страшные бедствия, что темные всадницы объединятся, а Гарнок вернет себе силу и вырвется из плена. Однако это сила. Ее появление ничто не предвещало. За перемену нужно бороться с орденом вроде защитников, которые держатся за традиции. Это особенно непросто. Ведь друиды поклялись служить Айден и хранить ее наследие. Но отчаиваться не стоит. Вы не первые нарушили устоявшийся порядок. И после вас найдутся те, кого не удержат тесные рамки. Кстати, одна бунтарка вам всем знакома. В ней тоже горело пламя, которое нынче зажглось в ванне, и она не переставала ломать преграды. Вы знаете, о ком я говорю? Ой, не делай такое лицо, братец. Морщишься так, будто незаметно закусил лимоном. Может, попросим у кого-нибудь помощи? Зачем защитникам Айден посторонняя помощь? Наш орден существует много веков. И все это время мы справлялись самостоятельно. Ведьма Холдсворт помогла нам излечить Фриппа. Но это был исключительный случай. Такое не должно повториться. Пожалуй, мы обсудили все, что нужно. Теперь важно подготовить духовных наездниц к тому, что ждет их дальше. Перед встречей мы договорились, что конкурт требуется превращения. Вы, друиды, будете против, но сначала выслушайте. Фрипп, ты всегда говоришь, что к цели можно прийти разными путями. И я знаю, что это верный путь. Чувствуй всем нутром. Чем скорее мы превратим коренкард, тем лучше. И зачем это делать сейчас? Чтобы подготовиться к встрече с таинственной силой. Нет, это для нас не главное. Задача духовных наездниц гораздо важнее какой-то таинственной силы. Авалон, вот честно, если мы не одолеем таинственную силу, она захватит Йорвик. Виноват будешь ты. Если каким-то образом мы справимся с таинственной силой, о которой ничего не знаем. Но мир захватит Гарнак, а мы будем не готовы, в этом тоже будешь виноват ты. Что за идиотизм? Не главное, она захватила лес Холов за одну ночь. Что мешает ей перекинуться на какой-нибудь город? Мы должны защитить жителей Йорвика и прогнать ее, пока это еще возможно. Нет, вы слишком долго общались с ведьмами и забыли о своей цели. Долго духовных наездниц сдерживать темных всадниц и Гарнака. А все остальное? Авалон, ты че... Ты чего вообще? Меня... Я... Я прям... У меня слов нет. Авалон прав. Пока что мы с темными всадницами оказались в одинаковом положении. У них не хватает всадниц, а у нас стража. Ускорять взросление конкурта может быть слишком опасно. Я бы не смог совершить такое злодеяние, даже если бы захотел. Подобная магия нам чужда. Эвергрей, хоть ты нас подержи. Увы, не могу. Я не специалист по волшебному клеверу. Вот изучение ядовитых кристаллов из других миров и порталов внеизведанное. Это мое. Видимо, остается обратиться за помощью к нейтральной стороне. Ах, к цирку. Скажите, что к Идресу? Кто же это? Человек, к которому Анна собиралась изначально. Ээээ... Ведьма Пи. Ха. Хе-хе-хе-хе-хе. Я чувствую, меня сейчас закопают. После всех наших увещаний, после всех доводов вы пришли к такому решению? Вы с ума сошли? А что еще делать? Неужели вы думаете, что мы останемся в стороне, пока этот Айден не сила творит на острове беспредел? Может, у вас есть идея получше? Вы сбились с пути. Это не ваша забота. Так быть не должно. Все, хватит споров. Не будем забывать о сути. Боюсь, защитники Айдена не могут указывать вам, что делать. Мы можем только направлять вас. Как нас направляет судьба. До встречи, избранница судьбы. И пусть свет Айден всегда озаряет ваш путь. Мы даже не спросили мнения Конкорт. Может, пора это сделать? Она понимает гораздо больше, чем мы думаем. Она готова сделать все, чтобы снова сблизиться с Анной. Понимаю, Конкорт. Понимаю, держись. Мы обязательно восстановим нашу связь. Как бы долго не пришлось ждать. Значит, решили сотрудничать с ведьмой? Это дело весьма хитрое. Попав в изгнание, я какое-то время жил с ними на севере. Постигал их знания. Как вы понимаете, друиду завоевать их доверие особенно сложно. Ведьмы по натуре свои не привыкли делиться секретами. Обычно они не раскрывают все, что знают. Думайте, как они. Говорите, как они. Что вы сумеете выудить нужную информацию? Только задавайте вопросы осторожно. Иногда всей правды лучше не знать. Почему вы до сих пор в нашем тихом Вейлдоле? У вас столько дел превращения жеребенка, разборки странственной силы. Вперед, навстречу приключениям. Да, мы духовные наездницы и сами творим свою судьбу. Поехали, девчонки. Я уже извелась так, что хочется поджарить молнии и океан. Ух, вот это да. Да, тяжелый выдался разговор. Ладно, переварим по дороге. О! Ага, просветление. Нужно ехать к Пи и поскорее поехали. Следуйте за мной. Пора отправляться на болото. Почему все разъехались в разные стороны? Дорога к Пи ведь одна. Почему вы понехали направо и налево? Если можно поехать просто в одну сторону. Так, ладно. Я в шоке от всего, что происходит. Я в шоке от Авалона. Мне казалось, путь защитницы Айден это защита всего Юрвика от всех бедствий. Но неужели их задача состоит только в том, чтобы... Ну, аля, состоит в том, чтобы защищать от темных санец и гарнока. Вон сколько беспредела творится за гранью реальности. А Авалон и Фрип... Ну, Фрип хоть как-то более-менее нейтралитетен. А вот Авалон меня начинает напрягать. Хотя я всегда к нему относилась не в краю. Ну, то есть такой чуть-чуть занудный. Но сейчас он просто перегнул палку. Вообще, кстати, нам когда-то показали спойлеры новой ведьмы. Больше я ни капельки об этом не скажу. Если вы видели, то вы знаете, о чем речь. Если не видели, то теперь сидите и гадайте. Но, если честно, я сомневаюсь, что нам покажут ее вот в этой сюжетной линии прямо сейчас. Я думаю, она появится чуть позже. Ну, хотя она же тоже ведьма. Всякое может быть. Но при этом, кстати, она упоминалась, когда появилась... Боже мой, как же не Сара? Катя. Когда появилась Катя. Ее упоминали прям очень сильно. И так что, да, она уже должна будет скоро появиться в игре. Но не сейчас. Что? Ворота? Да ладно. С каких это пор у нее ворота? Чего? Ведьма пить, ты чего? Опять вы? Забыли, что я сказала? Оставьте меня в покое. Эм, нет. О, нет, нет, нет. Ни за что. От вас одни неприятности. Держитесь от меня подальше. Узнать, чего испугалась. Спасибо. Ах, в этот раз к нам пожаловал никто иной, как Анна фон Блисон и проказница Клаудмилл. Дарья, ты помогаешь этим двоим сеять хаос? Вы пятеро мой ночной кошмар. Дайте угадаю, вам опять понадобилась помощь? Иначе не бывает. Насколько я помню, в прошлый раз вы пробудили таинственную силу, а потом оставили меня расхлебывать эту кашу в одиночку. Пит, ты же знаешь, она появилась не из-за Анны. И я не превратила тебя в лошадь, так что перестань нападать моих друзей. Ладно, ладно, как скажешь. Ну и что тебе нужно? Я здесь по той же причине, что и в прошлый раз. Хочу, чтобы ты предала Конкорд истинную форму с помощью пятилистного клевера. Пятилистный клевер? Могущественный и прекрасный. Нет, от него больше проблем, чем пользы. Он привел их, выманил на свет из мрака пещер. Привел их? Кого это их? Пит, теперь все по-другому. Таинственная сила пропала, мы снова вместе. Если тьма вернется, мы не сможем защитить Юрвик, пока Конкорд не обрела полную мощь. Что непонятного в слове нет? Пи, который я знаю, не испугалась бы стаи воронов и облаков в небе. Но не хочешь, как хочешь. А если вдруг кому-то понадобится помощь могущественной ведьме, я предупрежу, что к тебе обращаться не стоит. Вы не понимаете. Вы даже не представляете, с какой грозной и древней силой связываетесь. Они никогда не уходят. Всегда поблизости. И от них не скрыться, не сбежать. А, все, кыш отсюда. Ладно, может Пи согласится, если мы прогоним воронов. Попытка, не пытка, кто со мной стрелять по птичкам. Вообще странно, да, действительно, что Пи чего-то испугалась. Это прям напрягает. Тут явно понадобятся молнии. Поехали, Дарья, ты со мной. А ты, Анна, ни за что не дай Пи сбежать. Нужно рассчитать силу так, чтобы спугнуть их, но не навредить. Еще не хватало, чтобы они вернулись на крыльях возмездия. Так, прогони воронов. Воронов? Это дорога к замку фон Блиссен? Да? Да-да-да? Скажите, что это она. Я хочу в замок. А как их прогонять-то? Нужно их как-то зацепить. Ай! Вот это интерактив. Вот это да. Вот это да. Мне нужно несколько раз стрелять в одного и того же ворона. Четыре раза в каждого ворона. Вот это да. Это уже напоминает мне реальный воркравт. Только в аркавте попроще. Со стрейбук, с стрейбук, с стрейбук, с стрейбук, с стрейбук, с стрейбук. Новых врагов. И откроем новые неизведанные территории. Что же это имелось в виду? Так, ладно. Уже как 26 минут я тут бегаю. Нормально. Ну, это интересно. Достаточно долгая сюжетка. Не как обычно. Все вороны улетели. Мы избавились от воронов. Так что выкладывай, Пи. Почему тебя так напугала таинственная сила? Ой. Давайте. Ну, я... Нет, нельзя. Кодекс ведьм запрещает. Пи. Не радуйтесь, что вороны улетели. Это ненадолго. Неужели защитники Айда не научили вас, что перед бурей всегда затишье? Впрочем, чему я удивляюсь? Таинственная сила пробудилась и непримерно вернется в 10 раз сильнее. А я не хочу быть с вами, когда этот момент наступит. Так что вон отсюда. Да ну, что-то не верится. Мы-то знаем, что ты знаешь, что защитники знают, что у тебя нет ни малейшего представления об этой таинственной силе. Тогда можете передать этим недоверчивым хитрогам, что я знаю, что они знают, что я на самом деле знаю куда больше, чем готова поделиться с их племенем. Ага, попалась? Разумеется, друиды знают, что ты знаешь о таинственной силе. Или как-то так. Эвергрей был прав. Начни думать как ведьма, и тебе удастся ее разговорить. Проклятие. Ух уж эти духовные наездницы. Разумеется, без серого странника не обошлось. Ладно, хотите знать, что меня пугает? Я скажу. А лучше отправлю вас к тому, кто может помочь. Вам нужно поговорить с миссис Холдсворт. Скажите ей. Что? Что? Скажите ей, что... Вала! О, нет! Она еще пугливее, чем в своем лошадином обличье. Вала? Что-то знакомое. Ах, да! Старушка с острова Падок любит погодить и шик историями про них. Как-то так она даже пыталась убедить Майя, что Вала прокляли ее ферму. Ох! Пи звучит не слишком правдоподобно. Линда делала о Валах доклад. Это древний орден святых женщин. Можно сказать, ведьм, но он давно не существует. Нет, Вала не просто персонажи народных преданий. Они настоящие. Их не видели уже целую вечность, и я не горю желанием встретиться с ними из-за вас. Так что уезжайте. Ну же, кыш! Ладно, ладно. Чувствую, меня опять будет ныть горло после всего этого. Считаю до трех. Потом превращу вас всех в лягушек. Ну, отправляйтесь к миссис Холдсворт. Прочь! Пожалуй, надо разделиться. Алекс, ты найди остальных и сообщи им, что мы узнали. Дарья и я поедем к миссис Холдсворт. Ух! Это становится очень интересно. А интересно-то то, что сюжетка до сих пор не заканчивается. Это часть прохождения данной сюжетки. Я надеюсь, она вам понравилась. И я надеюсь, вы будете также смотреть продолжение выполнения данной сюжетки, которая будет тоже очень долгой. Потому что я смонтировала большущие видео, но выставлять его единым я не собираюсь, ибо это очень долго, поэтому разбиваю по кусочкам. Так что надеюсь, приятного вам просмотра в следующей части. Ну, а я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их и также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! Ну и до встречи в следующем видео. И удачи вам с прокачкой в сюжетках. Субтитры подогнал «Симон»!